здравствуйте друзья меня зовут дмитрий корытько я эксперт в сфере внутреннего туризма в частности экстремального туризма я основатель проектов по посещению чернобыльской зоны отчуждения расскажу немножечко о себе и о том как я проходил свое становление непосредственно как предприниматель вот и как я создавал создавал организации которые занимались туризмом чернобыльскую зону отчуждения как я уже сказал меня зовут дмитрий корытько я кандидат юридических наук любящий муж отец двоих детей предприниматель со стажем сегодня кроме туров в чернобыльскую зону отчуждения я развиваю и другие направления бизнеса всего их есть семь но мы будем говорить непосредственно о туризме в чернобыльскую зону отчуждения на сегодняшний день в моей команде есть более 40 человек которые дают мне возможность двигаться в жизни и реализовать себя как руководитель и предприниматель основная часть существующих всех всех бизнес-проектов и бизнес-процессов производится в сети интернет хочу все-таки рассказать вам о становлении чернобыльского туризма как такового после аварии на чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года весь периметр в окружности в радиусе 30 километров был отселен вот и в чернобыльскую зону отчуждения могли попасть только люди которые были специалисты или в атомной энергетике или же там специалисты экологи то есть люди которые непосредственно занимались ликвидацией последствий взрыва на чернобыльской атомной электростанции время шло и интерес в посещении чернобыльской зоны отчуждения сам собой тоже рос значит в 1995 году было принято решение создать государственное предприятие которое называлось чернобыль интер информ это агентство информации международного сотрудничества и развития которое существовало при министерстве чрезвычайных ситуаций как сейчас помню тоже мне удалось работать с этим агентством у них была такая большая большая круглая печать вот посредине были лошади красные и ну вот буквы так интересно было оформлено почему все-таки туры в чернобыльскую зону отчуждения откуда вот взялось вот это видение до организации бизнеса на посещении в фактически закрытого объекта вот для меня чернобыль это близкая тема потому что мой отец он родом из окрестностей чернобыльской зоны отчуждения это село называется потоки иванковского района то есть мы туда ездили в это село как правило это после после пасхи есть поминальные дни так называемые храбки вот мы ездили в это село именно на этот один или два дня приезжали спецслужбы то есть полиция там военные и не кладбище огражденное колючей проволокой открывали для доступа людей то есть это было для меня очень интересно и для меня ну это вызывало во мне определенные там шоковые такие состояния почему нельзя каждый день там пойти к своим родным на кладбище там проведать убрать и так далее вот на это я получал ответ что вот была такая авария на чернобыльском на чернобыльской атомной электростанции и в связи с этим был очерчен периметр радиусом 30 километров от непосредственно локации где произошел взрыв и вот это кладбище непосредственно она попадает в этот вот периметр потому она и была закрыта и со временем интересовался литературой по чернобыльской зоне отчуждения интересовался литературой по непосредственно самому чернобылю вот интересовался литературой по чернобыльской атомной электростанции потом когда поступил в институт педагогический на исторический факультет начал поднимать но немного все-таки историю взрыва историю вот становления всего этого дела и возникал и возникал и интерес вот когда были уже доступны посещение чернобыльской зоны отчуждения вот на рынке существовало в принципе две организации они буду называть название но это такие именитые на сегодняшний день работающие организации по произведению непосредственно туров чернобыльскую зону отчуждения и идея была поехать с ними там и посмотреть что такое чернобыль что такое чернобыльская зона отчуждения но потом эта идея переросла во что-то большее и мне показалось возможным вот собрать друзей собрать кого-то из ближнего круга и поехать посмотреть чернобыльскую зону отчуждения после такой вот такого посещения вот пришла идея делать на этом бизнес если у меня было желание посетить чернобыльскую зону отчуждения то наверное подумал я есть и люди кому это могло бы быть интересно и таким образом мы запустили в 2012 году проект гофту чернобыль ком да именно сейчас я хочу рассказать о том направлении которое мне удалось запустить в 2012 году это проект гофту чернобыль ком это качественные туры в чернобыльскую зону отчуждения на тот момент на момент запуска этого проекта я с киева вернулся в свой город откуда я родом это город малин житомирской области и начал для себя перебирать идеи перебирать идеи бизнеса который может быть надолго бизнеса который может быть надолго я просматривал информацию в интернете я просматривал информацию в газетах в разнообразных средствах массовой информации и попалась мне на вид история которая рассказывала о том что чернобыльская зона отчуждения скоро будет открыта для туристов уже речь шла о том что это будет опять доступно вот я поинтересовался опять же таки теми организациями которые проводили посещение ранее чернобыльскую зону отчуждения и узнал что все у них проекты стоят на стопе то бишь они то ли не желают развиваться в этом направлении то или нашли какие-то другие направления и я непосредственно выбрал для себя возможность запустить проект по туризму в чернобыльскую зону отчуждения у нас сформировалась небольшая команда единомышленников это три человека вот два жени и я один женя это евгений гончаренко это ну хороший же гид в чернобыльской зоне отчуждения вот он и работает по сегодняшний день там классный парень я к нему очень дружелюбно отношусь очень его уважаю и очень благодарен ему за становление меня на этом рынке чернобыльского туризма второй евгений это евгений перетятка вот человек кто с которым мы познакомились в то время когда мне нужно было обеспечить несколько групп дозиметрами вот евгений занимается продажей дозиметров и сдачи их в аренду и мы познакомились познакомились и начали начали работать вместе вот я вел непосредственно управление проектами делал управленческие решения производил а евгений отвечал за коммуникацию с гидами отвечал за финансовые вопросы отвечал за вопросы от отправки групп как таковых вот таким образом наша компания наша компания развивалась на сегодняшний день это уже три проекта то есть go to чернобыль чернобыль тайм и чернобыль квест вот и в нашей команде работает более 20 человек вот которые постоянно с нами работают и двигают вот этот небольшой паровоз вперед спасибо большое за интерес к нашей компании и за интерес проявленный к этому видео вы его досмотрели до конца значит вам интересно обязательно подписывайтесь на наш канал обязательно нажимайте колокольчик и вы сможете получать новые интересные видео о чернобыльской зоне отчуждения если у вас есть вопросы к нам вот вы можете оставить свои вопросы под непосредственно этим видео в комментариях мы будем знать какие вопросы вас интересуют и для вас наша команда будет готовить ответы и размещать их непосредственно на нашем канале в комментариях Продолжение следует...